Игорь Куверман, например, написал о Борисе Крутьере так. В Москве живет невероятного таланта, сочинитель афоризмов, врач Борис Крутьер. Я думаю, что это уровень ежелеца, и что для меня абсолютный предел. Я украл у Крутьера несколько мыслей и сказал ему, Боря, я тебя обокрал. А он говорит, на здоровье, Борис Крутьер. Дубович, здесь так много поэтов и бардов, что афоризм здесь как ковер на клоу. Ну а клоун как? Пока он не заплачет, публика не рассмеется. Тем не менее, все-таки афоризм это не только смех, хотя и смех тоже. Ну и, как говорится, не только смеха ради, но и размышления для. Друзья, позвольте прочитать несколько прессов обо всем. Народ у нас хороший, просто страна такая. Мы бы давно уже могли жить как боги, если бы научили жить как люди. Нашему народу уже столько обещано, а ему все мало, мало, мало. Особенности национальной демократии. Это когда народ может поставить власть туда, где находится сам. Причем каждый остается на своем месте. В России три беды. Дураки, дороги и те, кто указывает, какой дорогой идти. Дороги это наше тактическое оружие. Все, что власть обещала народу, народ дал ей возможность иметь. У иного политика на лице написано «морда». Как отец народа, так сукенцы. В России две беды. Власть и народ, который ее выбирает. Такую жизнь за родину отдать не жалко. Иногда так хочется послать власть навстречу пожеланиям трудящихся. Только в России словом из трех букв можно послать на все четыре струны. Если государство – это мы, то чего мы хотим один? Пока красота спасет мир, роды его погодны. Даже в самом плохом человеке можно найти что-то хорошее и с его обыскать. Трудно быть все время человеком. Люди мешают. Человек должен чувствовать себя свободным. Не только по команде воина. Человек создан для счастья, как слон для балета. Человеку даны крылья не для того, чтобы он встроил у себя ангела. Не заглядывая и будучи, а слишком далеко, если хочешь увидеть себя в нем. Сколько же дураков, сколько же дубов среди родных березок. Дураков, каких мало у нас много. Профиль дурак выглядит умнее, чем ампас. Иногда приходится прикидываться дураком, чтобы не выглядеть идиотом. Когда деньги есть, как-то легче согласиться, что не в них счастье. Истинно вине, а правда водки. Пошли дурака за бутылкой. Так он только одно и принесет. Кто пьет не с нами, тот пьет против нас. Нашему человеку для счастья надо немного. В крайнем случае еще по чуть-чуть. Успехи медицины налицо. От многих болезней люди уже не умирают, а только мучаются. Сколько стоит лечение при бесплатной медицине, это врачебная тема. Темы братья по кругу и по другим анализам. Все плохое о себе, мужья узнают от своих шум, а все хорошее от чужих. Графист в семейное положение писал. Безвыходная. На каждого мудреца находится дура, от которого он дуреет. Какое счастье, что Господь создал Еву не по своему образу потом. Чем меньше женщину мы любим, тем больше у нее времени остается на личную жизнь. Господа, любовный треугольник нерезиновый. Старые холостяки не завидуют женатым. Они завидуют молодым холостякам. Чем позже девушка приходит на свидание, тем и раньше выходят за нашу жизнь. Уходить со свадьбы по-английски, это как-то не по-русски. Они жили долго и счастливо, пока им не надоело притвориться. Ничто так не ставит жену, как один и тот же муж. Не требуя от жены больше, чем ты можешь. Без шкафа для любовников, без шкафа для любовников, мебельный гарнитур неполный. Ревнивый муж даже не догадывается о том, что неревнивый знает наверняка. Как же муж, как же мужья должны бояться жены власть, чтобы вслух ругать только погоду и футбол? Если бы не секс, многие мужья вообще валялись бы целыми днями на диванах без дела. Деву время с сексу прайм-тайм. Когда жена молчит, мужа отмолчаться труднее. Из печальных жен получаются лишь телы и вдовы. Многие женщины лежат выше, чем стоя. Ничто так не оскорбляет женщинам, как благородные намерения мужчины. Боготворить всех женщин это донжуанство, а дно донгихудство. Что можно быгу, решает корову. Хотелось бы, чтобы не только хотелось. Жена не народ. Больше одного раза ее не обманешь. Секс сможет заменить еду только до завтрака. Одни не любят евреев за то, что они распяли Христа. Другие за свадебный марш в медальсу. Если жена подносит утро мужа, опохнилиться, то она не только умница, но и красавица. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо.